Пару лет назад жизнь моя повернулась таким образом, что у меня появилась возможность попробовать свою руку в настоящем, ну не в архитектуре, в дизайне интерьера, потому что, как это иногда бывает с людьми, мы купили дачу и эту самую дачу стали реконструировать. И в процессе этой реконструкции я оказалась как бы главным идеологом и автором той эстетики, которую мы в этой даче достигли. И поскольку проект этот получился очень удачным и оказался опубликован очень много где, включая даже, например, книгу «Кратовские дачи», которая продается тут на лотке издательства «Татлин», то я внезапно оказался таким главным специалистом по дачной эстетике и философии того, что такое означает дача для русского городского человека. И поэтому, собственно говоря, Алексей Комов, куратор зодчества, которому я чрезвычайно благодарна за то, что он вообще существует для начала, а также за то, что он просто невероятно энергично и эффективно решает абсолютно все проблемы. Собственно говоря, так получилось, что он пригласил меня для того, чтобы с этой дачной темой поработать. Почему дача – это свобода? Это, на самом деле, философическое, конечно, утверждение, которое, прежде всего, заставляет нас обратиться к ощущениям, которыми мы живем. То есть к тому, что свобода вообще в принципе, самая главная свобода – это внутренняя. И то ощущение свободы внешней, которое мы время от времени приобретаем, мы приобретаем благодаря тому, что мы соприкасаемся с теми воспоминаниями или артефактами, которые связаны в нашем сознании с ощущением внутренней свободы, счастья и спокойствия. И я настаиваю, что для огромного количества русских, проживающих на территории нашей страны, людей, именно дача как место детства и как такое капсула, в которой это детство хранится, оказывается рэперной точкой, в которой вот эта опора происходит наиболее часто. И поэтому я вам сейчас просто немножко покажу, что мы сделали с моей дачей, для того, чтобы вы поняли, каким образом, даже работая с абсолютно современным по факту проектом, потому что, как это ни удивительно, все, что вы сейчас увидите, сделано, в общем, заново. Каким образом можно, соприкасаясь с этими мемуарными моментами, можно оказаться достаточно аутентичным для того, чтобы, как говорится, отличить было невозможно. Вот этот вот дом, это Кратово, абсолютно намоленное, невероятно крутое дачное место. Этот дом предположительно в 40-х годах построенный, скорее всего, абсолютно типовой, который в тот момент, когда мы его видели, был, это современный тоже вид, был вот таким. Соответственно, мы приехали его смотреть и увидели там вот такую вот абсолютно типическую картину с рубом, с маленькими верандами, с вот этим вот кирпичным основанием. Здесь было невыносимо романтично, с одной стороны, с другой стороны, разруха была полная. Вот это современный вид крыльца, а это вот тот, каким оно было до того. Это с другой стороны дома еще одно крыльцо, и, как видите, тут у нас так называемая библиотека, а было вот так. То есть было вот такое крыльчко, и там стояла вот такая вот сараюха такая. Значит, что мы сделали вместе с Николаем Лызловым, который, собственно, занимался архитектурной частью этого проекта? Мы старый дом, то есть на участке к моменту нашего прибытия были старый дом, вот этот вот предположительно 40-х годов, точно никто не знает, и как-то это затерялось в веках. И два сарая. Один сарай, который был на предыдущем изображении, сдавался тоже в аренду дачникам, а второй был курятникам. Что мы сделали? Было совершенно очевидно, что ценность атмосферы, которая там при всей этой разрухе имела место быть, она была больше, чем ценность любого строительного элемента. Поэтому было, и мы как семья в этот старый домик абсолютно точно не вмещались. Достраивать этот старый дом нам показалось абсолютно немыслимым, потому что это просто было бы преступлением. Поэтому мы, собственно говоря, для того, чтобы разместить все нужные функции, мы их разнесли между тремя блоками, потому что в основном доме зеленом находятся, собственно говоря, жилые всякие, ну, основное жилье. Вот в этом новом блоке, который возник на месте арендуемого сарая, он у нас называется библиотека, и там, на самом деле, это тоже называется выносная гостиная. То есть это большая комната, которая предназначена для тусовок, для того, чтобы пьяные гости продолжали веселиться, когда детей уже уложили спать. И, соответственно, это такое большое, светлое очень помещение, которое просто предназначено, чтобы людям было весело и свободно. И в глубине участка еще находится гостевой дом, который спланирован как американский мотель, просто вдоль дома терраски. Мы его называем мотель Бейтса, потому что он похож на, собственно говоря, мотель из психа, но, честно, мы с своими гостями через дырку не подглядываем. В старом доме мы произвели абсолютно полную реконструкцию. То есть вот эти прекрасные окошки, которые вы здесь видите, это те окошки, которые тут были. Это, правда, другая терраса, но, тем не менее, все равно все произошло точно так же. Мы, то есть мои строители стонали и плакали, потому что я их заставляла залечивать гниль в каждой раме, все вот это вот делать. Они рыдали, говорили, гораздо дешевле будет сделать новые, не такие кривые. Я говорю, вы не понимаете, они должны быть такие кривые. Ради этого все затевалось. В этом весь смысл. Они крутили пальцем у виска и, в общем, делали соответствующие телодвижения. Единственное существенное... Мы перепланировали, конечно, внутри. В общем, мы разобрали этот старый дом. Мы сохранили все его куски, которые можно было сохранить. Мы полностью пролечили весь сруб. Некоторые венцы этого сруба пришлось заменить. И мы позволили себе добавить ему метр высоты с сохранением пропорций всего дома, потому что чердак был просто чердаком, но за счет этого метра мы сделали его жилой мансардой, где сейчас живет моя старшая дочь Валентина, которая подросток и которая где-то здесь сейчас бродит, кстати говоря. Соответственно, после этого мы его собрали обратно, обшили аутентичнейшим образом досками и сделали все, как было. Вот это так называемая маленькая терраса, на которой сейчас находится игровая комната моей младшей дочери. Сейчас я все покажу. Это входная терраса с рамами, которой особенно много было трагической возни. Это кухня, которая раньше была вот такой. Путем мелких хитростей с планировкой мы ее примерно на 50 сантиметров расширили. И вот это узкое место стало гораздо лучше. Это так называемая основная комната. Тут на самом деле рассказывать про фиги подробности – это, как говорится, вас не уважать, потому что все прекрасно понимают, как это все работает. Но что очень важно, что в тот момент, когда мы показываем этот дом людям, довольно часто приходится объяснять, что вот этого не было ничего. Что вот этот потолок, эта фанера, которую мы специально расчертили, вот эти абажуры несчастные, мы нашли их в каком-то интернет-магазине за 6 тысяч рублей каждый. Мы специально у старой родственницы одной забрали ее коллекцию журналов «Иностранная литература» и «Новый мир», которые она собирала в течение 60-70-х годов, потому что на даче должны стоять подборки журналов «Иностранная литература» и «Новый мир». Стол антикварный, но большая часть мебели — это Икея, что, кажется, мне на самом деле… Ну, это, конечно, была вынужденная мера, потому что надо было быстро-быстро. Но я потом подумав, я решил, что это совершенно нормально, потому что значительное количество мебели, которое оказывалось на даче, будучи свезенной туда из городских квартир, это были как раз вот эти вот такие миксы не то европейского, не то чешского, не то советского модернизма, которые на самом деле на Икею… Ну, как бы они с Икеей одной крови, это, в общем, та же самая мебель, просто у нас новая. Это вот как раз та самая игровая младшей дочки, которая на предыдущих кадрах была запечатлена. Это была эпопея. Вот эти вот двери, например, с растекловкой а-ля старой, просто найти такие двери легко, то есть просто обычные такие двери, это никаких проблем. Но поскольку эта дверь, например, находится между отапливаемой частью дома и холодной частью дома, то нам нужно было сделать такую дверь, но при этом как будто уличную, то есть, соответственно, с толстым порогом, с теплоизоляцией и прочим. Это, собственно, значит, главная спальня. А вот это вот как раз куски мансарды, про которую я говорила, это лестничная клетка для мансарды, которая специально сделана такая темненькая и мрачненькая, ну, потому что подросток там живет. Вот. Собственно, вот мы из комнаты дочки смотрим в холл. Зомби не кормить. Вот такая тут обстановка. И мы, значит, соответственно, из старого дома вышли и отправились в библиотеку, где находится здоровенная вот эта вот терраса, которую мы сначала хотели сделать ей балюстраду, потом решили, что и без балюстрады отлично. И здесь тоже происходит много прекрасной жизни. И внутри вот эта вот библиотека выглядит вот так. Здесь тоже как бы достаточно, ну, с достаточным применением разного старания были использованы как абсолютно современные функционально вынужденные предметы, так и всякие тонко замешанные антикварные вещи, типа лампы, типа вот этой вот вешалки, которая бельгийская, на самом деле, 18 века. И, конечно же, внешняя проводка, без которой дачу себе представить нельзя, с выключателями, которые из стены торчат и нужно вот так поворачивать. Это такая вещь, которая не забывается и не воспроизвести невозможно. Вот. Соответственно, окна вот эти все выходят на всю возможную красоту. И тут вот, ну, как бы понятно, что это, конечно, типа идеальная дача. У него у кого никогда столько места не было, да? Тем более не было роскошных душевых. Но я рассчитываю на то, что со временем оно немножко пообтерхается и станет уже совсем аутентичным. С задней стороны вот этой библиотеки, обратите внимание на этот вот выгрыз в крыше, это Коля Лызлов специально сделал этот выгрыз, чтобы сохранить старую березу, которая у нас там росла. Значит, вот мы от библиотеки отправляемся к гостевому дому, который вон стоит. Там выглядит вот так. Внутри там вот такие комнатки, как будто бы отельные, тоже роскошь немыслимая для дачного истинного жителя. И в конце участка наш забор открывается на территорию, которую мы называем речка Вонючка. Это маленький приток реки Хрипань, которая вообще-то заповедная территория, я имею в виду официальный заповедник. Но в нашей местности она выглядит вот так. И мы из строительного мусора сделали отсып, сделали там маленькие мостки, на которых можно выходить и ловить в окружении комаров воображаемую рыбу. Хотя местные жители утверждают, что в этой прекрасной речке можно поймать и щуку, но, честно говоря, я себе эту щуку представляю с трудом, которая там, так сказать, видимо, она должна быть в постоянном полусне. Вот. Почему я это все пока... Как бы этот проект, он приобрел совершенно для меня неожиданный резонанс в тот момент, когда он появился. И я долгое время, собственно говоря, ковырялась и пыталась понять, почему он людям так нравится. Потому что загородных домов много, прекрасно реконструированных дач очень много, гораздо более аутентично реконструированных дач очень много. Но мне кажется, что то, чего смогли добиться мы, это вот этот баланс между тем, что это абсолютно комфортный современный дом, потому что жертвовать чем-то ради искусственного декоративного эффекта на самом деле не надо. и при этом это дом, в котором достаточное количество вот этих вот ностальгических, абсолютно ассоциативных моментов, которые вызывают то, что называется радость узнавания, и в тот момент, когда ты за эту вещь цепляешься, начинает работать воображение уже самого зрителя. То есть иногда художнику не нужно рассказывать лишнего. У меня в этом смысле есть совершенно прекрасный пример из области кино, который заключается в том, что когда Лукино Висконти снимал фильм «Леопард», он его снимал в аутентичных сицилийских палаццах и попросил разложить в комодах, которые там были в комнатах, разложить там настоящее белье антикварное, которое не фигурировало в кадре и не участвовало в сюжете. И когда его спросили Висконти, зачем ты это сделал, он сказал, я знаю, что актеры, зная, что она там, будут играть более искренне. Мне кажется, что это немножко чересчур, потому что ученик Висконти Франко Дзефирелли обходился меньшими средствами. Он на гораздо более широкими мазками написанных фонах размещал всегда несколько невероятно узнаваемых, очень глубоких по ассоциативным моментам деталей и заставлял воображение зрителя работать за него, потому что, уцепившись за эту невероятно знакомую раму зеркала, человек начинает сам раскручивать то, что происходит. Мне кажется, что то, что мы сделали в моем дачном проекте, это ровно то же самое, что делал Дзефирелли. Это работа именно не натуралистическая, а символическая в некотором смысле. И для меня в такого рода балансировке того, как работает архитектор и дизайнер, на самом деле заключается очень много смысла и правды, потому что очень просто все снести и все построить. Существует невероятная глубина дискуссии о том, когда мы что-то реставрируем, мы это реставрируем по XIX веку или по XVIII, и в тот момент, когда мы сломаем XIX, чтобы восстановить XVIII, мы на самом деле совершаем такое же преступление, как если бы мы вообще все снесли. Потому что все вот эти вот тонкости, они каждый раз вызывают бурю дискуссий. И поэтому для меня, в принципе, работа архитектора и дизайнера с эмоциями, которые на самом деле помимо комфорта дизайн должен вызывать эмоции. Вот эта работа, она всегда, чем она более включающая человека, тем она, на мой взгляд, эффективная. И возвращаясь к вопросу нашей этой истине, которая в свободе, это ровно то, о чем я говорила в начале. Человек и его ассоциативные ряды, его эмоциональная работа, которая является соучастием того, что делает архитектор. Архитектор должен не испортить и должен предоставить вот эту возможность включения. Только когда это происходит, получается настоящее. И это очень всегда заметно, потому что некоторые прекраснейшие произведения современной и несовременной архитектуры великолепно смотрятся на фотографиях в журналах, а когда ты туда приходишь, тебе нехорошо. И обратное также верно, потому что в некоторых случаях ты думаешь, господи, какая невыносимая дрянь, а ты потом туда пришел, и тебе в этом пространстве отлично. Поэтому это, конечно, невыносимо трудно, если честно. Но трудно или легко? Возвращаясь к вопросу про свободу и истину. Я уже говорила, что для меня, не знаю, может быть, меня Комов сейчас заругает, но для меня вся эта история про истину, она в принципе про нахождение вот этих разных точек в человеческой душе, с которыми архитектура может работать. И, соответственно, про поиск структурных, архитектурных способов работать с каждой из этих вещей. Наверное, конечно, не вся свобода заключена в русской даче, но для русского человека, человека, который всегда жил в деревянных домах, да, мы люди, которые произошли из изб. Если мы бедный русский человек исторически, мы жили в избе, если мы богатый русский человек, мы жили в усадьбе, и то, и другое деревянное. Это совершенно другое восприятие жизни, чем нежели у европейца, который в целом жил в камне. Соответственно, ясно, что ни в 20-м, ни в каком веке изба все-таки слишком, и дворец все-таки слишком, нужно что-то между. И вот это что-то между, это дача. Не случайно она возникла по-настоящему как феномен в конце 19-го века, когда происходили все эти сломы революционные. То есть для меня дача – это оптимальный русский дом. Он деревянный, как нам нужно, и он того масштаба, которого нам нужно. И начиная… У Чахова есть рассказ «Крыжовник» про человека, который уехал в деревню и опошлился, и в конце ест этот крыжовник кислый, давится, но ему кажется, что все отлично. А мне кажется, что этот мужик с крыжовником своим прав. Что бы для тебя не означало вот это бегство от конвенции, то есть если мы сравним этот крыжовник с человеком в футляре, лучше жрать свой кислый крыжовник и быть счастливым, чем продолжать ехать как дурак по этой намоленной колее. И русская дача, советская дача – это то самое место, где русский городской человек находит баланс между тем, что он должен, и тем, что он хочет, и тем, что он может себе позволить. Даже если это крошечные шесть соток с картонной коробочкой, которая там построена, даже если ты уродлива внешне, это все равно место, где он выкопал свою картошку, и эта своя картошка дала ему вот это секундное ощущение независимости, на котором строится все. И даже если ты крошечные шесть соток, рядом лес, и туда уезжают на велосипеде твои дети, там они приобретают репейник в волосах, и там они приобретают через поколение, поколение за поколением возникающее ощущение вот этого безграничного счастья. Когда ты уехал и исчез, когда ты проголодался и нарвал малины, когда ты приехал вечером весь драный, с разодранными коленами, весь грязный, тебя обругали страшно, а утром выдали тебе бидон и послали за молоком. Вот я называю все эти вещи, и это бесконечное количество. И кажется, что для молодого поколения это не так, но оно все равно так, удивительным образом, потому что вот их вывозишь, и через пять минут они оказываются ровно так же измазюканы, ровно в тех же лопухах, и это, помимо всего прочего, еще невероятный способ воспроизведения памяти поколений и установления связи между этими поколениями. Поэтому шутки шутками, но на самом деле дача это одна из тех скрепов, простите, которые нам бы надо развивать. Теперь я заткнусь и дам слово настоящему архитектору, потому что после моей эмоциональной и нарядной части Нарине расскажет о аналитическом подходе к дачному строительству и к тому, почему это так привлекательно и классно. вот. Спасибо, Женя. Замечательный и очень полезный, подкрепляющий, наверное, мое сообщение презентация и интродукция. Надо сказать, что, несмотря на то, что я действительно практикующий архитектор, в нашем портфолио нет заказов на частные дачи. Но, тем не менее, когда вчера мне Женя предложила поучаствовать в этой сессии, я поняла, что, в принципе, вообще-то мне есть, что рассказать и, возможно, это будет любопытным. Во-первых, сейчас я вспомню, что несколько лет назад мы делали исследование, посвященное истории Асташовского терема, терема в Асташове. Я думаю, что многие знают этот феноменальный проект Андрея Павличенкова, в котором мы тоже принимали некоторое участие. И, сопоставляя историю этого терема с домами, которые остались с той же самой французской выставки жить на территории Парижа, мы раскопали историю возникновения феномена русской дачи. Надо сказать, что вообще даже само слово дача и феномен дачи исключительно российский. Ничего подобного ни в одной стране мира больше не существует. И, насколько я знаю, не так много диссертаций и научных исследований посвящено этому вопросу. Даже слово международное Я знаю только одну диссертацию Влада Бусыгиной, которая является директором архива французской школы Коль де Шайо, которая выпустила довольно объемный труд, посвященный феномену русской дачи. Но выпустила во Франции. Как это не парадоксально. Так вот, что касается истории возникновения этого феномена, я чуть-чуть сделаю небольшой исторический экскурс, может быть, многое станет тогда более понятным. Действительно, это был ответ на реформу 1861 года, реформу отмены крепостного права, в результате которой не только крестьяне стали свободными, но и дворяне разорились очень многие. Тем не менее, русский дворянский уклад всегда заключался в том, что были городские квартиры и были усадьбы, куда уезжали на лето, и, собственно, эти усадебные хозяйства приносили доход, позволяющий жить зимой в городе, участвовать в балах, приемах, вести какой-то светский образ жизни. Так вот, лишившись крепостных крестьян, которые обрабатывали эти многочисленные поля, большинство дворян вынуждено было распродать свои усадьбы на даче, мы все читали Вишневый сад, собственно говоря, речь там ровно об этом и идет, и, тем не менее, привычка жить зимой в городе, а летом на природе сохранилась, и обедневшие дворяне стали заказчиками этих небольших усадебных теперь уже и владельцами этих небольших усадебных домов, а освобожденные крестьяне, которые сумели каким-то образом определиться в жизни, стали формировать средний класс, и у них появился тоже заказ на нечто подобное, они так или иначе копировали дворянский образ жизни, но немножко в своей интерпретации, и, собственно, с новоположником из архитекторов, русских архитекторов, который, собственно говоря, издал первый каталог русских дач, был Иван Петров с псевдонимом Рапет, и вот такие кудрявые, в общем, русский деревянный модерн, который во многом распространен и потом очень долго так или иначе интерпретировался и пересказывался, и до сего дня на самом деле еще каким-то образом живет в образах классических дач, называется Рапетовщиной, вот этот вот термин Рапетовщина до сих пор жив, так вот, Иван Петров, основоположник, архитектор, основоположник темы русская дача. Но после этого небольшого экскурса я, наконец, перейду к теме, о которой хотелось сегодня рассказать более подробно. Дело в том, что где-то год назад, и сегодня, кстати, будет премьера, мы нигде еще не показывали этот проект, сейчас первый раз я его демонстрирую на публике, поэтому спасибо Жене, я воспользовалась этой ситуацией, показать довольно любопытное исследование и концепцию сохранения и переустройства дачи номер один в Нижнем Новгороде. Что это за дача такая номер один? Это находится на территории закрытого поселка, эти дачи находятся на территории закрытого поселка, где они возникли в середине 30-х годов и были построены для партийной элиты и выдающихся деятелей культуры Горьковской области, тогда это была Горьковская и Нижегородская область, кто помнит, Нижний Новгород назывался город, был городом Горький. По легендам, эта дача строилась для Валерия Чкалова, хотя, когда мы стали, пытались найти подтверждение, этого подтверждения не нашлось, нашлись документы о том, что здесь некоторое время жил Жданов. И, собственно говоря, то, о чем я хотела бы рассказать, это феномен государственной дачи. Феномен госдачи, который появился именно в 30-е годы и имеет очень своеобразную философию, своеобразный окрас, особенно, если мы говорим о территории свободы. Если мы говорим о том, что дача является территорией свободы, то государственная дача, которая определенным образом селекционировала, поощряла наиболее приверженных к линии партии, являлась такой территорией, в общем, неоднозначной. Еще эта дача номер один стала известна благодаря тому, что в ней Никита Михалков снимал фильм «Утомленные солнцем». И благодаря съемке этого фильма, во-первых, сохранилась сама эта дача, потому что Валерий Павлин-Шанцев, большинство остальных таких дач, там было несколько, их было штук 5 или 6, все остальные дачи серьезно отремонтированы и, в общем, практически до неузнаваемости. У этой дачи сохранился внешний облик, но для съемок фильма дом приобрел пристроенную террасу. И после съемок фильма там также внутри был произведен некий улучшающий ремонт. И надо сказать, что руководство Нижегородской области решило сделать в этом доме, обратилось к нам с просьбой попытаться каким-то образом этот дом, с одной стороны, сохранить его в аутентичном облике, с другой стороны, придумать там внутри что-то такое, чтобы, а домик небольшой, сто с лишним, сто с небольшим квадратных метров, придумать там что-то такое, чтобы в нем можно было и остановиться, пожить, и чтобы там был музей, и чтобы там можно было провести конференцию, концерт, и что-то там еще, и еще, чтобы там как-то все рассказывало про фильм Михалкова. Из одной шкурки, пожалуйста, семь шапок, да? Да, домик-то, еще раз говорю, в общем, совсем-совсем небольшой. Ну, здесь есть некоторый таймлайн, да, в качестве исходных данных нам был выдан план БТИ, который затрагивал только два этажа. На самом деле, помимо двух этажей, там есть еще очень замысловатое чердачное пространство с башенкой, как вы видите, и мы, собственно говоря, отправились на натурные исследования для того, чтобы найти какие-то, попытаться считать в этом пространстве какие-то аутентичные, какие-то подлинные свидетельства истории и попытаться разобрать, что в этом доме ценного, что привнесенное, что раннее, позднее, и, в общем, разобраться с тем, что с этим делать и каким пространственным ресурсом мы, в принципе, можем владеть для того, чтобы что-то с этим домом сотворить. А параллельно с изучением непосредственно самого здания мы размышляли, в принципе, о феномене государственной дачи. Безусловно, помимо подробного разглядывания дверных ручек, заглядывания под обшивки, сличения цвета досок и так далее, изучения качества столярки, наличников и всего остального, что нам рассказывало бы о происхождении того или иного элемента. Еще мы раз в пять просмотрели фильм «Утомленные солнцем». Это была непростая задача. И, значит, на раскадровке мы искали сопоставление пространств, искали, в какой комнате какой эпизод был снят, сличали, реконструировали интерьеры, пытались понять, что с того времени до нас дошло неизменным, что все-таки изменилось. И, в общем, нам этот титанический труд принес целый ряд понимания каких-то моментов. Например, мы увидели, что были зашиты какие-то двери. Неужели они все в одном доме сняли? Как они ухитрились? Да, большая часть эпизодов этого фильма сняты в этом доме. Мы идентифицировали это все документально. Могу это подтвердить. У меня просто на даче тоже снимали кино на прошлой неделе. Кстати, эта дача, мне кажется, гораздо меньше, чем ваша по площади. Да, она меньше явно. Но, тем не менее, фильм снят в этом доме. И, разглядывая эти кадры, нам удалось понять, что какие-то проемы вследствие ремонта были заделаны, какие-то, наоборот, прорублены, ну и так далее, и так далее. В общем, фильм оказался нам единственным полезным историческим материалом для того, чтобы сделать какие-то выводы о его пространственной структуре. Мы, более того, идентифицировали, установили на планах всю обстановку, где стояли какие столы, рояли, стулья, кресла и так далее. И, в общем, получили некую основу для того, чтобы и вытащили, собственно, из фильма все участвующие там, предметы быта для того, чтобы каким-то образом этим воспользоваться в проекте. Но для того, чтобы тронуться дальше в путь, мы все-таки попытались погрузиться в историю государственных дач советских. И я сейчас зачитаю, просто чтобы это было как-то более внятно и кратко, какие мы сделали в целом выводы. Здесь, кстати говоря, показаны планы схожих и иных государственных дач, которые мы, естественно, тоже смотрели. Нам было интересно, как вообще эти государственные дачи были устроены. Так вот, если делать какой-то краткий вывод о том, что такое госдача 30-х годов, я сейчас говорю именно об этом периоде, то прежде всего это место для тех, кто отмечен советской властью и поощряем. Это индикатор статуса и признак элитарности и успешности того времени. Это закрытое место и место не для всех. Эти поселки с государственными дачами были под охраной, были окружены забором. Это личное, но не частное пространство, что очень важно. Это казенная дача, это казенный объект с типовым набором предметов. Этот объект не содержит личных документов и семейных ценностей. Он иллюстрирует, тем не менее, ностальгию по дворянскому благополучному прошлому. Это свидетельство дискурса об имуществе и правах. Это свидетельство расслоения общества в обществе равных возможностей. Это место встреч, жизни, дружбы, человеческих судеб. Это место, связанное с историей и это, безусловно, историческое свидетельство советской эпохи. И вот, собственно, на этих основных выводах мы построили наш проект и, собственно, его фаблу. На самом деле, если у нас потом останется время, на что я искренне надеюсь, надо будет просто поговорить еще, ну, понимаешь, вот эти государственные, которые действительно без личных вещей, генеральские там и вот эти все, там же есть еще подвид тех, которые реально отдавали семье и точно бы не забрали, в том числе литературные. Это именно, это другая литературная. Все эти пастернаки, Симоновы и прочее. были дачи, которые давались деятелям долгосрочное пользование, они связаны, действительно, с семьями, но данный вид дач не был именным, и здесь каждое лето отдыхала новая семья. Ну, может быть, кто-нибудь приезжал дважды, трижды, но ни с одной фамилией конкретно эта дача не связана. И здесь у нас был определенный, скажем так, перед нами был определенный вызов, поскольку мы понимали, что те, кто нам заказал этот проект, представляли себе уютно обустроенное место, в котором, ну, как-то вот что-то такое, ну, подбор мебели, и все как-то, в общем, мило, красиво, но мы понимали, что любое историческое пространство, даже, но реконструировано. Можно меня не перебивать? Пожалуйста, да, а то я не закончу никогда. Что отсутствие, если это небольшой дом, конечно же, это дом одной семьи, и отсутствие какого-то свидетельства о пребывании этой семьи, личных фотографий, личных предметов, ну, чего-то подлинного, да, что действительно иллюстрировало бы пребывание, историю какой-то семьи, какой-то личности интересной, делает этот дом просто банальным, хорошо обставленным объектом и не дает никакого эмоционального окраса. Здесь, наверное, на этих фотографиях показаны просто, да, похожие государственные дачи, чьи интерьеры мы сумели найти, и давайте вопросы потом, да, мне кажется, что я бы хотела все-таки сначала изложить суть проекта, я прошу прощения, да, и это, собственно, набор предметов, которые также были типичны для дачи того времени. Итак, переходя непосредственно к проекту, мы решили, что мы должны внутри этого проекта каким-то образом рассказать о трех вещах. Первое, безусловно, отдать дань памяти людям того времени и эту память каким-то образом проиллюстрировать в музейном, в музейной части этого дома. Во-вторых, мы должны рассказать о некой иллюзии, потому что иллюзия пронизывает тему этих госдач с разных точек зрения. Ну, во-первых, это иллюзия элитарности, иллюзия благополучия, иллюзия признанности, которая в 30-е годы была настолько зыбкой, и сегодня мы об этом знаем. Это иллюзия вот этого благополучия и принадлежности к некому прошлому, к дворянскому благополучию, о котором я говорила. Плюс, поскольку эта дача стала героем фильма, а фильм сам по себе иллюзия, то и фильм рассказывает об иллюзиях, то, в общем, тема иллюзии в этом месте является очень важным лейтмотивом. И третья история, это история, которую мы назвали «накануне». Накануне, потому что 30-е годы, это действительно накануне больших бед, катастроф, крушения человеческих судеб, это и репрессии, это и Великая Отечественная война, и в это время еще все живы, все радостные, все счастливы, но завтра наступит то, о чем они еще не догадываются. И вот на этом контрасте благополучия, видимости благополучия и трагичности истории мы построили, в общем-то, сценарий всего этого объекта. Учитывая, что у дома, да, ну понятно, что мы проявили в планировке какие-то основы, которые нам показались подлинными, первоначальными, и добавив туда немного комфорта в виде дополнительных туалетов и чего-то, что неизбежно необходимо в таких местах, мы предложили несколько сценариев, которые могут между собой сочетаться как одновременно, так и последовательно. Например, сценарий, например, сценарий, когда это является резиденцией, или когда это является местом для культурных мероприятий, может как захватывать пространство, где расположены столовые, гостиная, так и не захватывать эти пространства, если в это время там кто-то живет. Можно зайти по отдельной лестнице, через отдельный вход и подняться на чердак, самое загадочное пространство, где, собственно говоря, и расположена основная музейная часть. Но можно в то же время и живя в этом доме пользоваться целым рядом пространств первого этажа. Они могут иметь двойное назначение, то есть здесь можно просто жить, а можно пригласить гостей, а можно устроить какое-то мероприятие. А вот второй этаж приватный, второй этаж всегда приватный, и все наши логистические ходы были устроены так, чтобы мимо спали, но, словно говоря, никто не ходил. И есть еще третий вариант использования этого дома, когда мы пользуемся частично первым этажом, на втором этаже есть тоже, мы нашли очень загадочное место, которое мы сделали, как раз это место находится в спальне, которое мы сделали таким хранилищем забытых вещей, поскольку мы подумали, что уезжая каждый раз, каждый лето оставляет удачу, люди надеялись на то, что они туда вернутся, и все-таки что-то оставляли, не брали с собой, а потом это им все не пригодилось, и так это все и осталось на этой даче. Должны быть какие-то забытые вещи, и мы решили сделать там инсталляцию этих забытых вещей, это было пространство между двумя стенами, которое снаружи это было окно, но почему-то в это пространство не было прохода, мы сделали туда тоже окошко, которое можно было бы открыть. Одним словом, разные сценарии использования, и на чердаке исключительно музейная общественная зона, я хочу дойти до более крупных картинок, вот здесь на разрезе мы видим, что первый этаж, мы восстановили планировку и расставили предметы в соответствии с тем, как это было сделано в фильме, нашли место и для письменных столов, и рояли, и всяких кушеток, и так далее, подобрали, в общем, все очень близко похожее к тому, что было в фильме, и действительно, в фильме это все подобрано тоже очень толково, то есть, это предметы правильного времени и правильного какого-то вида. Второй этаж, как я уже говорила, приватный, но с одной волшебной такой тайной комнатой, и третий этаж, чердак, на который очень сложно пробраться, там очень сложная, при этом подлинная винтовая лесенка, и там, собственно говоря, мы решили сделать пространство, где можно смотреть фильм, и фильм этот может транслироваться для всех желающих, то есть, в музее фильма, по сути дела, и поставить макет дома, который интересно разглядывать, потому что по нему очень сложно перемещаешься, и не считывается пространство, он маленький, но очень сложный по своей внутренней логистике и логике, и сделать там небольшую мемориальную выставку на самой верхней отметке, кто смотрел фильм, на этой самой верхней отметке был сеновал, и какие-то элементы от съемок до сих пор сохранились на этом чердаке. Дальше мы атрибутировали, очень четко показали, какие элементы являются подлинными, ценными, и которые необходимо сохранять, вплоть до обоев, которые мы обнаружили. В основном это столярные изделия, это дверные ручки, это лестницы, это частичная обшивка, ну и какие-то элементы и предметы, которые дошли до нашего времени без изменений. Надо сказать, что мы не смогли выяснить, самое печальное, что мы не смогли выяснить фамилию автора этого проекта, нигде никаких документов не сохранилось, и в Нижнем Новгороде нам никто не помог с этой темой. Ну и вот, собственно говоря, интерьеры, которые мы воссоздали, это интерьер первого этажа, это прихожая, которая, в принципе, может работать общий прихожий как для обитателей, так и для посетителей этого дома, это пространство гостиной с роялем и с камином, и здесь могут быть как приватные, так и общественные какие-то истории, развивается это пространство в столовую, веранда, та самая веранда, веранда исключительно бутафорская, пристроенная для съемок фильма, поэтому мы с одной стороны, да, еще мы обратили внимание, что в фильме она невероятно светлая, в то время, как она так расположена на территории, что светлая она, в принципе, быть не может, там очень близко подступают деревья, мы поняли, что она очень активно искусственно подсвечивалась, но поскольку мы не можем все время держать прожектора зажженными, мы предложили сделать в потолке фонарь для того, чтобы добавить вот этого солнечного света, который ассоциируется с этой верандой, надо сказать, что на веранде и проходит большая часть всех бесед за этим столом с этим креслом-качалкой. Дальше мы двигаемся по дому, у нас на втором этаже появляются спальни, кабинеты, и вот за, собственно, вот, сейчас я еще раз вернусь назад, за стеной через небольшой проем мы видим вот это вот странное пространство между двух стен с маленьким окошком, куда невозможно выйти, но туда можно заглянуть, где вот эта инсталляция забытых вещей прежних владельцев, то есть здесь простые апартаменты становятся уже не совсем простыми, мы создаем определенное напряжение эмоциональное, и поднимаясь на третий этаж, на чердак, мы решили, что самое, наверное, интересное, что можно было бы предложить здесь в качестве экспонатов, это подшивки газет того времени, в которых рассказывается подлинная история Горьковской области, где рассказывается как об интересных и позитивных событиях, так и о том, что кого-то объявили очередной раз врагом народа, подлинная история, и здесь через эти газеты мы можем проникнуться, наверное, этой темой, и самый верхний уровень, уровень, который посвящен настоящему прообразу героя фильма «Утомленные солнцем», это был реальный командарм по фамилии Котов, и здесь мы решили рассказать о нем, оставив, тем не менее, часть предметов, которые сохранились от фильма, фильма, в том числе вот эта палка, на которой висит шинель. Ну, собственно говоря, вот такой проект, который представляет собой, по сути дела, арт-резиденцию в современном понимании этого слова, и рассказывает и об истории Нижнего Новгорода, и об истории этого дома, и об истории феномена государственных дач, где действительно жизнь иллюзорна, ну и вообще, наверное, наша жизнь во многом иллюзорна. На этом я, наверное, заканчиваю. Спасибо. Теперь готова ответить на вопросы. Так, слушай, во-первых, это суперкруто, во-вторых, первый вопрос, в смысле, это очень красиво, и первый вопрос, который возникает, это что с реализацией, как оно все будет происходить, когда, что, как, то есть... Ну, насколько я понимаю, Нижний Новгород был все это время занят своим юбилеем, и там были какие-то важные дела, пока, в общем, с нами никто на эту тему не связывался, и мы как-то отложили на полку этот проект, но, наверное, благодаря тому, что ты меня сегодня пригласила на эту презентацию, я вспомнила об этом проекте, и, наверное, на следующий день позвоню и спрошу, а что тут происходит. Это звучит очень круто. Так, а вот теперь, извините, во-первых, я прошу прощения за то, что я тянула руку не вовремя, но я все-таки хотела бы вернуться вот к тому слайду, где были... Нет, в смысле не физически вернуться, а к той картинке, где были примеры как бы госдач 30-х годов, потому что просто проблема в том, что, поскольку 50% этих картинок были картинками из съемки, которая делалась в журнале АД, когда я там работала, и это были дачи архитектурные, и они были... И это были как раз не госдачи, а вот из этих творческих поселков, которые как раз унаследованные, в том числе дачи Семенова, которая теперь дача Белоусова, и дачи Гольца, которая теперь Ники Гольца. То есть, короче говоря, там... Это очень легко объяснить, потому что только от тех дач, которые имели конкретного владельца, хоть что-то осталось. И мы могли на это посмотреть просто как на пример обустройства жизни, и как на какую-то подсказку, а что, собственно, делать с интерьерами тех дач, от которых не осталось ничего. Даже фамилии, имен тех, кто там... Никто их построил, никто их жил. Никто их построил. Вот я к чему? Мне кажется, что это хорошее место для того, чтобы совершить вот этот маленький шажок, о котором мы тоже говорили, к тому, что есть вот в этой тонкой, вот этой балансной штуке между дачей, которая вроде пространства, как ты говоришь, личное, но не частное, потому что это государственная дача, к вот этому следующему телодвижению, которое в основном досталось, грубо говоря, деятелям советской культуры и искусства, которые в отличие от, скажем... Короче говоря, процент художника, литераторов, членов союза писателей и, допустим, инженеров, которые получили личные дачи и которые получили возможность оставить их семье в той или иной форме, конечно, гораздо больше, чем процент военнослужащих и, соответственно, вот этих вот популяризированных граждан, но просто вот жена моего брата, у нее, например, ее дача в Жуковском является дачей вот-вот инженерной, одной из инженерных дач. Я не знаю, к чему я это говорю, но мне кажется, на самом деле, видимо, к тому, что хорошо быть деятелем культуры. Или они... Да нет, но все очень просто объясняется, просто-напросто деятели культуры так или иначе поддерживают идеологическую атмосферу в стране и, безусловно, Сталину было важно формировать элиту и поощрять эту элиту таким образом, как, например, раздача дач и других всевозможных благ для того, чтобы элита поддерживала его курс идеологический. Сейчас это тоже происходит, но несколько иным образом, но это было всегда во все времена. Например, Цезарь раздавали земли своим легионерам за удачные походы, Екатерина Великая раздавала земли и города дворянам, ну, в общем, это нормально. Раздача имущества в целях поддержания политического курса это было во все века. Нет, я к тому, что для нашей исследовательской художественной темы важно это что? Важно то, что в результате, когда мы отправляемся изучать аутентичное, мы изучаем не просто аутентичное по времени и по семейственности, но слегка окрашенное тем фактом, что жители этих дач были людьми творческими, то есть они, конечно, поддерживали идеологию, но, в принципе, люди-то были все небездарные. Однозначно. Не все, кстати, поддерживали. Ну да, но они кто поддерживал, одна рука поддерживала, другая не поддерживала, это как бы все понятно. Я просто к тому, что на самом деле это же суперкруто, что в результате вот эта вот невероятно ностальгическая и классная эстетическая единица, вот эта вот дача. Я прошу прощения, просто сейчас я вижу уходящую девушку вот эту прекрасную, которая является соавтором и соучастником этого проекта, Ольга Потеева. Спасибо. Клап-клап, да. Очень здорово, что мы, ну я говорю, для нашей, в общем, эстетской дискуссии, да, очень здорово, что мы имеем дело с интерьерами, которые слегка художественно преображенные, потому что их делали люди, которые их, ну они не всегда, ну то есть они делали их, конечно, ситуативно, потому что находился такой стол или такая лампа, но то, как они это расставляли, было все-таки движением творческого человека, а в случае, например, там с условным пастернаком, даже прямо очень осознанным, потому что, например, он прямо моделировал себе кабинет писателя сложной, скромностью, аскетизмом. все это несет отпечаток личности, и это еще раз говорит о том, что когда мы имеем дело с конкретным наследием конкретной личности, то все гораздо более понятно, зримо, осязаемо, и в данном случае у нас просто была действительно совершенно какая-то непонятная задача поначалу, как проявить вот эти тени, прошедшие сквозь этот объект. Буквально силуэты на экране. Фактически, да. Мне кажется, что это суперклассно, потому что в результате мы имеем картину, вот мы от разоряющегося дворянства, Торопетос, потому что есть же еще Комарова, мы же сейчас только на этой территории находимся, есть же все, что под Питером, это же вообще отдельный мир, все эти лисьи носы и прочее. Мы имеем вот эту вот ситуацию от этого разоряющегося дворянства к этому суперстранному и путем каких-то очень серьезных компромиссов с самим собой и вот этой политической культурной элитой 20-30-х годов. И потом все эти вещи такими расходящимися лучами шли все глубже и глубже в более широкие слои, потому что все же видели эти образы, все же видели портрет Симонова условного в своем кабинете на даче. Вот он был напечатан в журнале и человек, который в 70-е годы получал возможность обустраивать вот этот свой загородный угол, он на подкорке воспроизводил эту фотографию Симонова условного и этот архетип вот этого пространства личного, даже если оно не частное, он шел глубже и глубже и, как я уже говорю, даже если это были шесть соток с маленькой коробкой, он все равно в той или иной форме не мытьем, так катанием там вылезал. Это же фантастическая совершенно история визуальной и такой, я бы даже сказала, тактильной преемственности этих вещей, потому что некоторые абсолютно базовые вещи, типа, я знаю, клеенки с яблоками, они появлялись на всех этих дачах вне зависимости от статуса и роскошности. Ну, просто ассортимент в магазинах был достаточно, мне кажется, ограниченный. А это даже не важно. Но я сейчас подумала о том, что если говорить о феномене дачи, советской, например, дачи, то это было очень важным фактором самоидентификации, потому что в городе, когда ты живешь в многоквартирном доме, являешься обязательно членом какого-то сообщества, ну, мягко говоря, там у тебя есть хотя бы возможность не слышать, как за стеной кто-то шумит, скажем, или топает ногами над твоей головой. И вот в этом хотя бы точно выражалась та самая прямая свобода, прямая свобода от тесного соседства, как минимум, это твоя какая-то единица. И это была иллюзия собственности, потому что вообще в Советском Союзе было право на землю, советский человек имел право на два квадратных метра на кладбище. Это абсолютно точно, это единственная собственность на землю, которую имел советский человек. И феномен кладбищенских оградок, ведь до советского времени оградок на кладбищах не было, они появились именно в советское время, потому что советский человек эту собственность тщательно охранял, это была единственная земля, на которую он имел право. Поэтому это была еще одна иллюзия собственности дача, и в этом тоже выражалась свобода и возможность себя самоидентифицировать, проявить как-то, посадить такие цветы, а не такие, покрасить так, а не эдак свой дом, вырезать лобзиком, по воскресеньям делать поделки, шить какие-нибудь занавески. Повесить репродукцию необычную. Повесить необычную репродукцию, ну так, но все равно сдержанно. А если ты художник, то если все чересчур, то могут и настучать. Слушай, ну мне кажется, что мы молодцы в том смысле, что мы как-то, я бы сказала, емко дополнили друг друга, потому что получилось на удивление как-то хорошо. В принципе, время наше истекло, но поскольку мы последние, то если у кого-то есть вопросы, мы можем на них ответить. А если нет? Я думаю, что этому экскурсу мог бы быть посвящен просто отдельный круглый стол. Это очень обширная тема, и я представляю себе, сколько нужно было бы показывать и объяснять. Мы не справились. Мы не справились, мы чего-то недорассказывали. Так, окей, смотрите, смотрите. А есть предложение, может быть мы проведем интерактив. А есть предложение у кого-то в том, как можно ответить на этот вопрос? Что можно ответить на вопрос, в чем философия русской дачи? Ну, кроме того всего, что мы говорили в течение часа. Вы сказали, что это свобода, мы это принимаем. Хотя это как бы спорный вариант, но мы принимаем. Раскройте слово «свобода» в русской дачи. Мы сначала должны начать нашу презентацию. Евгения, я думаю, что мы должны, наверное, закончить. Что свобода для вас? Что для вас свобода? Нет, простите. Вопрос заключается в том, что свобода, еще раз я сказала об этом, в самом начале. Свобода внешняя начинается с внутренней. У каждого человека есть опорные точки в воспоминаниях, в их собственном характере, в течение его жизни, в моменты, когда он был по-настоящему свободным. И опираясь на эти точки внутренней свободы, мы достигаем свободы внешней. Потому что они дают нам силу либо бороться с обстоятельствами, либо выстраивать обстоятельства таким образом, чтобы их трансформировать под себя. Мы утверждаем, что для многих поколений русских и советских людей дача, как то место, которое было незарегулировано, было связано со счастливым детством, с возможностью какого-никакого свободного архитектурного творчества, с иллюзией или фактом своей земли, своих вареньей, своих солений, своей картошки, своих картин, если это художник, которого не выставляли, но он показывал их там у себя. Для очень многих поколений русских и советских людей дача от генеральской до шестисоточной была тем местом, где он в детстве и дальше первый раз и потом последовательно сталкивался с моментами обретения внутренней свободы, которая позволяет выстраивать, как уже было сказано, любую внешнюю. Я дополню, что если вы считаете, что можно достичь полной свободы, купив дачу или построив ее, то это большая иллюзия. Да, все начинается изнутри, как всегда. Как у Золушки, сначала нужно познать самое себя. Большое спасибо. Продолжение следует...